Плюс в том, что вот эту базовую конструкцию можно строить на, например, вот такой топик, который я нарисовала. Топ с нулевыми прибавками из трикотажа. Это та история, которая нужна нам на самом деле чаще всего. Зачем мы ходим в магазин чаще всего? Если мы полненькие, если мы не полненькие, это нательное белье. Когда вы берете какой-то себе, покупаете какой-то топик из трикотажа, вы предполагаете носить его на тело. Вы любите, чтобы у него не было большого объема. Прибавки выбираются нулевыми у нас, на самом деле. Но поверх такого маленького топика с коротким рукавом, с длинным рукавом, с рукавчиком, три четверти все равно с каким. Вы будете надевать, конечно же, какое-то большое изделие. Какой-то жакет, какое-то, например, полупальто, какой-то джемпер, например. Что-то будете надевать обязательно сверху. Жилет вы будете надевать сверху и так далее. То есть вот это какая-то нательная история, которая дополняет у нас часто низ нашего изделия. Либо брючек, либо юбки, либо костюма какого-то. И меняем мы, стираем мы эту вещь достаточно часто и меняем ее часто. И трикотажа сейчас у нас, видимо, невидимо. Почему я начинаю познакомиться с этой выкройкой именно вот с такого вот изделия? Да только потому, что это то, что нам требуется чаще всего. Сделать это быстрее всего и купить трикотажное полотно можно легче всего сегодня. Вот поэтому мы начинаем. И требуется оно нам чаще всего. Вот что хорошо из этого. Второе. Если мы научимся, поймем все технические приемы, которые позволяют нам строить выкройку без выточек, то мы легко сможем, опираясь вот на эту выкройку, построить выкройку детской одежды. Самой маленькой и средненькой. Это два годика, ноль годиков, там три годика, четыре, пять, шесть, семь. Пока у нас не стали оформляться какие-то большие крупные формы у девочек. Мало того, используя вот эту историю сегодняшнюю, мы с вами научимся строить мужскую одежду. Понимаете, сколько плюсов появляется вот у этой базовой конструкции, несмотря на то, что мы не всегда можем ее использовать. Мужская одежда, она же тоже груди, например, не содержит. И зачем там нужна нагрудная выточка наша? Конечно же, нет. Третий, четвертый плюс вот этой выкройки состоит в том, что если вы обратите внимание, что продает сегодня у нас масс-маркет, он продает одну и ту же одежду, которая называется оверсайз. Вот эти вот мешкообразные объемы, какие-то вот такие вот большие формы, Боха силуэт широко, значит, разрекламированный, любимый, конечно, заслуженно многими из нас, да, с вами, те, кому он подходит очень хорошо. То есть это большие, большие объемы. Большие объемы. Чем больше прибавки и большие прибавки. Вы знаете, что все вот эти оверсайз, у них огромные прибавки. Посмотрите в Пинтересте, да. Если это оверсайз, там будет, ну вот, по столько по бокам лишнего, да. Это больше, я говорила вам, большие прибавки начинаются с 5-6, а вот в этих вот объемах 10-12, может быть, сантиметров прибавка по бедрам, по груди. То есть это не просто большие, а огромные объемы. И когда вы, мои хорошие, переходите вот в эти формы, вот в такие формы, в большие формы, да, плащи какие-то, накидки какие-то, пыльники, ну, мало ли что может быть, что-то там, много чего может быть вот в этом ассортименте одежды. Конечно, вы будете уплощать свое изделие. Оно не спадает какими-то фалдами красивыми, симметричными, асимметричными. Всяко-разно там бывает, да. И вам не нужны выточки совсем. Но вам нужно все равно плечевой пояс выстроить, пройму нарисовать, рукав какой-то мы сегодня говорим о вточном рукаве. Потому что вот эти большие объемы, они часто строятся на других рукавах. Другие рукава будем проходить позже. Все постепенно и все последовательно. Понятно? Видите, сколько плюсиков вот здесь? Сколько доводов в пользу того, чтобы пройти эту историю.